Итак, мы продолжаем. Короче, в Уве есть звенящий зверь, у меня есть свой кричащий зверь, и это Юки. Ладно, он уже немного успокоился. Короче, погнали. Всё, нас, ребят, ждёт основная сюжетка. Я надеюсь, после того, что произошло там со шрамом, сюжетка будет держать тот же уровень. А мы же как бы более-менее разобрались с загадкой этих штук. Вот. Кстати, вот этот ивентик сейчас доступен. Глубины иллюзорного царства. Окей. Эта штука ещё недоступна. Вот. Нам нужно шестой акт первой главы закрыть, и квестик откроется с генералом. А вот. И вот этот ивентик тоже надо бы закрыть. Короче, нужно слишком много всего закрыть. По-моему, я вообще заблудился. У меня есть такой... А ты кто? Ну ладно, не то, чтобы заблудился. Нам вроде как сюда. Поехали. А что это за странная штука? Любопытно. Выглядит оно странно. А почему оно выглядит как сюжет? О, не плачь, не плачь. Расскажи, что случилось. Кто тебя это... Обидел? Фонрей, привет. Привет, привет. Так, в чём дело? Да, она уже долго плачет. И я никак не могу узнать, в чём же дело. Да это всё-таки, ребят, здесь сюжет, я понял. Она пришла купить острого цыплёнка по-пекински, но птица на сегодня уже закончилась. И я ей сказала, мол, вернись завтра, и я всё приготовлю. А она взяла и разрыдалась. Когда очень хочешь, острую курочку. Но острые курочки сегодня нет. Она уже 10 минут в таком состоянии. Я вообще не понимаю, почему она... Такая грустная. Я её понимаю. Я тоже её понимаю. Простите. Я ничего... Я вообще ничего не могу сделать нормально. Каждый день, но и тоже. И я не могу купить то, что хочу поесть. Я... Блин, но определённо же есть такие люди, ребят, у нас. Прям в чате. Ну, поймем Ацуги. Ещё. Ну, ты... Ты сейчас ещё веселее расплакалась. Вот, давай я вытру тебе слёзы. Ну, короче, суть, ты понял. Если бы я просто могла купить свежие ингредиенты, я бы могла приготовить то, что она хочет. Ну, просто у меня... Короче, я хочу это сделать, но... У меня нет времени на всё это. Ей нужен кто-то, кто будет за ней ухаживать. А магазину нужен кто-то, кто будет за ним следить. Ладно. Будем ухаживать. О, спасибо большое. Я... Угостю. Я угостю тебя чем-нибудь вкусным, когда вернёшься. Так... Так, ингредиенты можно просто спросить Майя. Окей. Скажи ему, что ты от меня. И... За мой счёт, короче. Я обязательно угощу нашими лучшими блюдами. Понятно. Ладно. Это... Это, ребят, на потом оставим. Нас там Чися ждёт. Тут мы не туда вообще порезали. Но этот класс тоже, видимо... Ну, кто будет закончить? Нужно накормить беднягу. У меня так... Знаете, иногда спицей бывает, когда хочешь пиццу. У него... Мыши... Да, мыши залезем. Так, Чися вроде на месте, но я бы пошёл... Телепорт активировал. Я же забуду сейчас. Ну, как всё прошло? Никто не пострадал. Дай-ка я тебя проверю. Себя проверь. Ммм... Так, ладно. Ты ещё в полной целости и сохранности. Да. Смотри, у меня доставки пиццы нет. Так что... Трунь! Не всё так просто. Да ладно, всё со мной хорошо. Ладно, есть что-нибудь новое по поводу этих токенов, которые нам дали? Да, есть, кстати. Ага, значит, бандиты, вот эти вот из той штуки, они прям здесь, в Ценчжоу. Ситуация оказалась ещё более серьёзной, чем я думал. Да, и интересно, что они задумали. О, да ужас. Раньше мне попалась парочка придурков. Эти чудаки настроены на создание собственных резонаторов. Говорят, что нет неправильных и неправильных способов использования силы резонатора. И что каждому должно быть дано, наверное, право выбора. Они используют механическое вмешательство для интеграции частей дискорда в человеческие тела. Ну да. Хм... У тебя, да, часто пишут. А там таймер какой-то. Пытаться получить все власть с помощью таких, такими отвратительными поступками? Я этого не понимаю. Этот парень по имени Шрам, о котором ты упомянул, и упомянул. Кажется, он находится на совершенно другом уровне. И как ваше сражение прошло? Ну, похоже, что он не собирался нас убивать. Я бы сказала, что он сдерживался. И не знаю, чего он хотел от нас. Но госпожа... Как ее там? Магистрат? Возможно, намеренно намекала на что-то. Позволив встретиться с ним. Я все еще не могу понять, что произошло в той деревне. О, Чисия, я бы тебе пересказал. А я бы тебе пересказал ту сказку... Да не буду. Но сказка интересная. Я изучила файлы. Это дело довольно древнее. Оно было рассмотрено задолго до того, как наш нынешний магистрат заняла свою должность. А, прям настолько древнее дело. А что произошло с деревней в конце? Не волнуйся. Преступники были наказаны. И большинство жителей деревни были... Расселены в новые места. Но сказка на самом деле мне понравилась. Но я не нашла в файлах ничего о маленькой девочке, о которой вы упоминали. А получается, Шрам и правда утащил ее. И похоже, что он ей не навредил. А что если она была вот так, то с ним приходила? Ага, согласна. А если бы только нам удалось его поймать? А почему, госпожа, магистрат вообще направила тебя в деревню? Что она хотела тебе этим сказать? Да, и туда Шрам отправился, чтобы подделать место происшествия и ввести в заблуждение поддельными уликами. Короче, он на руинах деревни воссоздал якобы все это так, что это случилось недавно. Или, может быть, наоборот. Фактидус собирали сообщить вам что-то через то, что произошло в деревне. Но наш магистрат опередила его. Не то, чтобы опередила. Да, короче, Шрам пытался переманить на свою сторону. Своими идеями. Госпожа, магистрат знала, что они собираются заманить себя в деревню. И она знала, что у них не было планов убивать тебя. Ее жетоны были предупреждением о том, что Фактидус следят за вами. А сказать она это не могла. То есть она дала листок, компас и конфету. Стоит ей доверять? Без понятия. Но, Цуга, мне дали конфету, лист и часы. И это было предупреждением о том, что за нами следят. Ага. Ну то есть, знаете, есть такая хрень, что, мол, мужчины не очень понимают женских намеков. Намеки вот этой женщины, по-моему, никто не понимает, кроме вот ее одной. Это... Ну это как бы... Ну и даже если бы Шрам и правда пытался нас убить. Чу-то гостеприимствие в Чанчжоу, что? Ты имеешь в виду, что у нее есть кто-то, кто заботится? Это, короче, о том, что за нами же следили. За нами же там следили по ее приказу. Да, да, да. У нее есть кто-то, кто присматривает за нами. Да, похоже, она подготовила другие средства, ну, или она другие средства нашей защиты подготовила. Ровер, в чем дело? Легендарная фигура, изменившая историю от Чанчжоу, надвигающаяся война и действия фрактсидуса в тени. А если все это имеет отношение к твоей истинной личности, тогда кто ты на самом деле? А хрен его знает. Я надеюсь, что у госпожи магистрата есть ответ. И, кстати, это, есть еще часы. Последний жетон, который нам нужно, да, тайну которого нужно разгадать. Так, но госпожа судья, по-моему, в 1-1 выходит вместе со своей наставницей. Надеюсь, ответы мы получим раньше. Господин Мартефи сказал, что это сложная головоломка. И госпожа магистрат могла спрятать настоящее свое послание внутри. О боже, мы, да, изучали эту штуку в Академии, но, но. Я больше не хочу возвращаться в Академию. Так, сейчас 12 часов дня, представленные символом Вэй. Так, да, у нас должно получиться разгадать эту головоломку. Давайте попробуем. Нам снова... Я думаю, мы закончили с этим. Я, ребят, думал, что мы на самом деле уже разобрались с этой штукой. И больше нас душить не будут загадками, госпожи магистрата. Так, итак, Ровер, ты собираешься попробовать, да? Да, у меня нет выбора. Так, на большом диске символы обозначают время. Нам нужно выровнять правильный символ с казанием. Шинчень Йохан, время Вэй. Господа, я думаю, вы поняли. Все. Так, сработало. Теперь... Символы на диске поменьше. Указывают направление. Необходимо выровнять... Ага, провинс... Должен быть... Привет. У нас есть... Так, дракон с востока, тигр с запада, птица с юга, черепаха с севера. Согласно собранным нами подсказкам, это должен быть... Так, наши подсказки. Наши подсказки. Тигр? У него... Не работает. Ладно, птица. Вариантов не так много. Но теперь-то можно сказать, что... Мы полностью справились. Ого, и правда удалось разобраться с этим. Так, и это последнее сообщение, которое нам передали. Местоположение Великой Библиотеки. Подожди, я не думаю, что нам разрешено это смотреть. Быстрее, нам нужно отвернуться. Да ладно, мы же вместе собрались. Давай, иди и посмотри, что там написано. Она даже смотреть боится. Речь идет о Великой Библиотеке. Мы это как бы поняли, спасибо. Угу, грандиозные библиотеки в Хуанлонге известны своими обширными базами данных, которые содержат ценную информацию о регионах, которые они представляют. Большие библиотеки являются очень важны для защиты данных. И да, они редко открыты для общественности. И вилда, это русификатор. В общем, там ты найдешь самую полную и точную информацию. А если тебе нужно будет посетить Великую Библиотеку, чтобы узнать, кто ты такой? Я думаю, это предполагает две вещи. Сначала стоит отметить, и нужно помнить о сильной связи между твоим прошлым и историей, Тян Джоу. Во-вторых, ты должен быть действительно очень важным человеком. Так что ты очень важен для Тян Джоу. Возможно, даже для всего Хуанда. По-моему, это раньше называлось не Хуандун или... Ладно, не суть. Короче. Может быть, Чися не шутила, когда в начале самом игры говорила о том, что может быть, Ровер вообще их прапрапрапрапрапрапрапрапрадедушка? Может быть, это дедушка? Похоже, мы наткнулись на настоящую большую шишку. И даже не подозревали об этом. Да, большая шишка тоже не подозревает, что она большая шишка. Что случилось? Что-то не так с часами. Здание... Находим... Вот это здание. Как бы... Блин, мэрия, как-то это не так звучит. Как там в древности называли места, где сидели? Дворец. Это, наверное, дворец. Я буду дворцом, пожалуй, называть. А дворец находится в центре, Ценчжоу? Да, это политический центр. Хм. Ну и да, и он расположен в центре города, если ты об этом. Об этом. Здание было построено первым, когда был основан Ценчжоу. Оно является популярной достопримечательностью среди местных жителей. И я не по нему ориентируется. А ты с какой целью интересуешься? Да ничего. Что я говорила? Кида тайны операции, конфиденциальность постоянная. Чё-то не так, да? Слишком много загадок. Давай, Ян-Ян. Это всего лишь... Это всего лишь разговор один на один с госпожой магистром. Что может пойти не так? Расслабься. Я бы не был так уверен, да. Ой, ты... Хватит ее, короче, это... Напрягать. Хватит ее пугать. Я думаю, ты прав, но все равно, будь осторожен. А мы будем ждать тебя. Окей, а можно я телепорт открою? Можно. Так, подождите. Новая функция. А, ну это для... Пон. Пон, пон, пон. Окей, пока нам это не то чтобы и нужно. Так, это карта. Я надеюсь, я не потеряюсь в библиотеке. Хотя это очень даже может быть. О, кстати. 19 уровень. Потихоньку-потихоньку апаемся. Арбонус, привет. Вроде как потихоньку апаемся. Ух, поехали. Так, это все еще первая глава. Я понимаю, это где-то там плюс-минус ее начало, потому что мы так и не получили вообще никаких ответов на вопросы. Че к чему? Ну, мы поняли, что ГГ какая-то важная ошибка. Эм, ошибка, да. Возможно, из древности. Возможно, из очень старой древности. Возможно, он сам тоже как бы древность. Опа. Подождите, это для меня. Да, это для меня. Как же я хочу дождаться уже баннер, который будет 6 числа. Я-то просто ивентовый баннер здесь вообще не крутил. Я крутил стандарт. Ну, стандарт, это же согласитесь, такое себе. Он не совсем показатель. Удача в гачах. Соляли-стрим, третья планета от Солнца. Понятно. Так, в верхнем левом углу карты имеется выделенная эта метка. Возможно, это указывает на местоположение... О-о-о-о! У-нё-о! Кстати, а это... У-ву! Чё-то я уже забыл, где там карта? Ну да ладно. Подождите. Ваза совсем что... Какие-то приколы с вазами. Ладно. Приколов с вазами нет. Переместите вазы на правильные позиции. Окей. О! Кажется, я слышу низкий и грохочущий звук. Окей. Ладно. Окей. Так. Большая библиотека. Поехали. Подождите. Ват! А почему у меня ГГ-20? Алло! Прием, прием. ГГ. А у тебя как так угораздило? Во. Теперь получше. Просто бегай до 20 уровня. Чего куда? Ну, поехали. Я надеюсь, здесь уже начнется что-то интересное. Таинственный проход, как я и думал. Это должно быть вход в базу данных. Забавно, что ГГ озвучен вот в таком моменте. Хотя, казалось бы, ничего не предвещает. Никакого эпика, пафоса и прочего. Он просто вошел в библиотеку. Так. Давай. Часть здания погружена под воду. Угу. Размойте тропинку под водой. Похоже, мне нужно решить головоломку. Нужно сначала проехать механизм в центре. Ок. Я только хотел сказать, чтобы вы скрестили пальцы, чтобы не было никаких головоломок. По-моему, я опоздал, да? Собери пять тонов, чтобы они звучали в гармонии. Колокола укажут тебе путь. Да что? Чтобы вы такие заглаз. Найдите ключевые моменты, чтобы определить тон. И архив будет... Понятно. Понятно. Панель управления находится здесь. Напоминает музыкальный инструмент. Но, похоже, не хватает пять музыкальных нот. Ребят, я в Геншине музыкальный ивент закрыл. Идеально. Так, в итоге, чтобы получить доступ к базе данных, нужно будет найти недостающие ноты. И что это за звук, исходящий из панели управления? Мне это уже не нравится. Мы можем здесь застрять. Но я могу надолго. Это должна быть одна из пропавших нот. Ну, ок. Да не, я сегодня сюжет до конца, я точно не пройду. Так, штука засветилась. Барабан кажется разблокированным. Меня просто... Ну, по сюжету-то дальше не пустят. Я сейчас просто в левеллок упрусь. Волокол только что поднялся из воды. А вы понимаете, что происходит? Вы понимаете, что происходит? Подождите, я понимаю. Появилась вся новая дорога. Да, нужно еще ноты. Ладно, кажется, я понял, как это работает. Но мне это не нравится. Так, ладно, погнали. О, кстати, пойм ошечку-то за что? Так. Умножь 54 на 4 третьих для часа. Что-ка? Это... 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 Так, похоже, там упоминается направление. А звук идет с запада. Хорошо. Погнали. Мне, если что, это очень не нравится. Так, открывайся. Не все так просто, Окс. Возможно, запад здесь. Да. Так, вторая нота. Я просто представ... Представить не могу, сколько проблем у нас сегодня ожидает здесь. Ладно, хотя бы не тонем. То есть они... Уф... Понимаю. Я просто смотрю сейчас... Так, уровень воды опустился. Так. И две платформы. Я просто увидел размеры этой великой библиотеки. Вот. Не то чтобы... Я хотел саниматься этими головоломками. А так, сначала нужно активировать вон ту. Ладно, поехали. Сервер, привет. Ты пришел вовремя. Прямо на момент страданий. Так, допустим. Так. Так. Делаем боник, да? Угу. А, ладно. Это просто ужас. Когда ты пытаешься что-то сделать, но ты не понимаешь, что ты делаешь. Здесь еще и лифты есть. Пу-пу-пу. Мне-то напомнило кое-какие локи, которые в свое время были. Которые были в Геншине, где я мог сидеть там по полчаса. Но самая легендарная, наверное, лока была с этим. Блин. Коваст с деревом, где нужно было играть со временем. Этот ад я не забуду. Это просто нечто. И разлом-то нормально. А вот та штука, где нужно было деревца в росток превратить, и все вот это с компасом. Это такая дичь для меня была. И там-то оказалось, что все было довольно просто. Вот. Там, ехай. Допустим, поехали. Уф, это неправильное направление. Ну, теперь, видимо, правильно, ладно. А я здесь просто... Такое чувство, что за мной следят, да. Такое чувство, когда ты что-то делаешь, но ты не очень понимаешь, что ты делаешь. Упас, сюда. Так, это четвертое. А нам нужно было всего пять вид найти, не так ли? А так, подождите, это и было в разломе, вы хотите сказать, да? Тогда понимаю. Громф, привет. Мы страдаем. Мы прям люто страдаем. Понятно, тогда я тоже разлом ненавижу. Так, осталось последнее. Вон она в центре, я ее уже вижу. Вот, отчетливо прям вижу. Но эта локация тоже не маленькая. Так, теперь вода и вовсе исчезла. Так, последнюю ноту забираем. Вон она. Я же надеюсь, мне ее просто отдадут. Потом догонят и еще одну. Вручат. Кстати, у меня шпукс появился. Я ощущаю. Так, так, так. У меня же появился фринкс. Позитивный. Наконец-то. Красавец. Так, ну, теперь точно все. А можно мне теперь как-то наверх? Настя, привет. Фуф. Ну, вот этот пупс, он шикарен. Он просто шикарен. Мне бы уровень хранилища, базы данных подкачать. Чтобы наконец-то эхо начали падать. Ну, пока не пятизвездочная. Хотя бы четырехзвездочная уже было бы намного проще. Так, работай. Ну, ладно. Справедливости ради все оказалось не настолько страшно, как я думал. Ну, теперь, похоже, у нас должен быть доступ, да, на базе данных. Погнали. Только это не похоже на библиотеку. Это вообще не похоже на библиотеку. Это похоже на парк. Это очень похоже на парк. Ёпть. Ребята, да это же серверная, обычная. Окей. Итак, это большая библиотека. Говорят, что она содержит ответы на все вопросы, которые только можно представить. Ну, я здесь никого не вижу. Полагаю, магистрат еще не прибыла. Ладно. Не помешает немного покопаться в архивах. Пока, в архивах, пока я ее жду. Сейчас мы накопаемся в архивах. Давай. Спасибо. За то, что... Какое великолепное место. Обширное. Исчерпывающее. Короче, спасибо, что привел меня сюда. Ох, как же я хочу вывернуть его наизнанку. И разнести все в дребезге. Не ожидал, что ты проявишь большое удивление. Мне интересно, почему? Ожидал, что проявишь больше удивления. Ты что, для меня подставу устроил? Ох, как же вывернуть. Ох, как же вывернуть. Да. Смотрите. зачем приходил а победите высокомерного человека в красном высокомерный до факты-факты запрыгнулся крайне неприятный ладно и так можно было парировать правимся кстати позитивненько крайне позитивненько ханта да 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 поехавший данте щук мне пальцы подустали вы блять нормальные все же нормально то было у меня рука вспотела немного вот вам и ваш рам да снова нужно было парировать он да ладно сюда не нравится мне это он там еще что-то втирает рассказывает какие-то свои охрененные история как не попал-то логично как не попал ну сюк я кьют и ешку протекал и так активно спамил кнопку что я просто протекал и ты ешку так вот только инкор бить не надо пожалуйста какой милый так получается ты знал что я следил за тобой все это время но это было немножко душновато вопросом козел или баран но судя по тому судя по там по поведению козел а если он не понял что мы поняли что он за нами следит тут баран получается комбо мой режим только может сломаться только под скоординированными атаками обеих сторон и видимо ни у кого не получится избавиться от этих надоедливых помощников вокруг тебя до так значит и заключил союз с госпожой магистром это ранит мои чувства знаешь ли ты такой популярный кстати а чё бы и нет знакомьтесь справа собственно леди магистрат да и ее помощница слева ты в порядке ровер да вроде да ну конечно же он в порядке как бы я думаешь я смогу причинить ему боль короче я верю что ты не забыл наш разговор ранее выбери меня я расскажу тебе все что захочешь да ладно я уже все знаю чё ты знаешь чё ты знаешь ясно так значит она сделала первый шаг раньше меня и уже рассказала тебе обо всем о чем короче ребят все все знают один я ничего не знаю почему мне чувство что он подкатывает гг так но это не чувствую это правда кстати как победителя а будьте так любезны расскажите мне как вы меня в общем вычислили и обловили а еще дайте пожалуйста на перерыв свалить мне чай нужен ну босс файт босс файт был забавным на особенно коза баран да теперь я получил сообщение от магистрата из головоломки она остальна еще два символа падает и а второй второй где тень было это было указание на место для свидания понятно ну что чатик как вам реди магистрат и что-то там короче прошло три дня мы прибыли вовремя позволь мне официально представиться я над этим мне я очень рада встретиться с тобой скиталец он же ровер и как и как как лучше называть то скиталец или ровер наверно скиталец правильнее привет чрезвычайная ситуация заставила меня уйти и у меня было время только подготовить для тебя несколько подарков прошу прощения за моё недостаточное гостеприимство а связано ли это чп как-то с этим фракцидусом да стражи с сенчжоу в данный момент отсутствует они не должны оставаться в своих областях короче дракон покинул свои владения да короче должны хранители направляются защищают человечество как символ нашей цивилизации когда хранитель региона исчезает хаос неизбежно настигаясь поскольку эта новость может привести к беспорядкам пожалуйста сохрани ее в тайне короче они лишились хранителя хранитель по имени джо я находится в плену у рафтсидуса мне пришлось отложить нашу встречу и приложить все усилия чтобы выяснить где он поздравляю с фусей понятно они отжали стража целого региона но стражи для них это наверное как кархонты в геншине что ли которые оберегают свою страну я слышал что ты можешь резонировать со стражем да наши мысли связаны в определенной степени я могу чувствовать почувствовать его воспоминания чувства и окружения на хоть и не очень четко подождите тору тоже может так и ты нашла его сожалению не смогла я чувствую что звук джоев в опасности но хорошая новость в том что я вычислила кто за всем этим стоит и это шрам да а ко мне будхилл так и не идет то баннер будхилл это самый скамный наверное баннер да именно так флаг сидус планирует короче шрам преследует несколько целей отследить себя испытать твои силы и заставить присоединиться к ним затем похитить стража хранителя и воскресить перья на диан а почему именно тору видимо ним стало известно насколько ты ценен вероятно это из-за пророчества но если ты присоединишься к ним они получат огромную силу а если ты откажешься присоединиться они скорее всего захотят устранить тебя чтобы ты не мешал он таки привет да как бы то уже сколько два часа ровно продвигаемся по сюжету и начинается что-то интересное у меня есть план как короче изловить шрама как только мы его изловим флоксидус уже не будет представляет такую угрозу в ближайшее время если ты готов нам помочь я гарантирую твою безопасность во время нашего сотрудничества как обычно да короче ладно записывайте меня большое спасибо за доверие кстати похоже тоже многое я выяснил из этих жетонов мангустин мне вам написали уже в камеру в комментариях что мангустин это самка мангуста я не вижу вообще ни малейшего повода не верить ну лист указывает на фрексидус впечатляюще и я узнал больше о своей личности расшифровывая символы да что ты узнал дайте нам узнать что он там узнал угроза с которой сталкивается тенджоу намного серьезнее чем кажется на первый взгляд кто-то из короче тринодии скоро будет пробужден оживлен а кто не такие триадания господи еще выговорить попробуй они являются врагами человеческой цивилизации нарожденными темной стороной нашего коллективного сознания нам необходимо победить их чтобы защитить все человечество короче какие-то сущности рожденные темной стороной дайте нам узнать что же г.г. узнал уж именно мы прилагаем все усилия чтобы предотвратить катастрофу но он на фрексидус ускоряет возрасте возрождение тренадианцев так а ко мне это какое отношение имеет давайте скажите что он один из них а ко мне это тоже имеет отношение до победил не коронованного и поглотил его эхо голыми руками это тень воплощающий это тень воплощающая концепцию военная обиду на патчет страх перед подлостью не коронованный это тень обладающая силами воскрешающего плакальщиков вот допустим санджоу это пограничный город с непоколебимой волей и сильным духовным с сильным духом сопротивления однако мы также боимся постоянных войн и потери жизней и тренадианцы могут использовать это своих целях однако ты смог победить и поглотить связанный с тренодом дискорд голыми руками и резонировать с другими дискордами ничего не понятно пока да но в общих чертах понятно что они пытаются сделать они пытаются пробудить какую-то сущность которая в принципе человечеству не то чтобы и друг тем временем в записях упоминается герой с аналогичными способностями который спас нашу нацию во время древней войны она также упоминается он также упоминается в литературе которая относится к да короче в древние времена братьев да ты старый получается для раскрытия твоей истинной личности это хорошая подсказка то есть ты думаешь что тот герой и я мы как-то связанным до основываясь на собственном на умозвлечении и пророчествах понятно те духе на в ущелье духов ты имеешь ввиду он незаконченную статую жула а ты не против если я так не против рассказать мне что ты видел в ведениях стража возможно она сможет помочь на так по поводу воспоминаний там есть что-то достойное внимание внимание как я уже и говорила ранее я могу он резонировать жуя нашим хранителям твои воспоминания они совпадают с тем что я видела в воспоминаниях жуя хом это я страж получается и меня наверное не похитили вот он я я помню что видела нечто похожее и я верю что это на самом деле произошло в прошлом иными словами я страж ваш да но теперь не дракона вот иными словами ты можешь быть всем человеком о котором упоминается в наших записях но только тогда он немножко дед как на тонарине наранда си и неизменное присутствие на нашей стороне стража связаны понятным но мне не кажется что резонаторы могут прожить так долго необычный же резонатор но резонаторы обычно имеют более долгую жизнь но и правда невиданно прожить сотни лет вообще без признаков старения и и тортожи дед так что все нормально но в целом да кстати так много тайн остается без ответа и твой возраст лишь одна из этих неизвестных тайн ой дедуль и как я потерял воспоминания рассказывай давай простина я не знаю последний последняя информация указывает на норфолские пустоши где вы должны найти и на диана я буду молиться чтобы ты нашел там твои ответы короче эта тварь восстанет и наша нация будет находиться в серьезной опасности это слишком похоже на и на диску войну но возможно это как и имеет какое-то отношение к твоему загадочному появлению ты хочешь сказать что я пришел защищать тянджо как это сделал тот герой из истории так по моему по моему нас хотят забузить и сказать типа ну да ты вот тот ты тот герой вот который до должен нас защищать и должен нам помогать работой пожалуйста вот пока ребят все очень сильно указывает на это не совсем так я не планирую верить в героя который появляется из ниоткуда и защитит нас так что давай помогай нам о да я лишь да я просто говорю тебе все что знаю о твоем прошлом потому что тебя беспокоит я просто хочу помочь тебе вот и все но спасибо что он ты готов нам помочь мы очень ценим свою помощь но пожалуйста не чувствую себя обязанным из-за информации которой я поделилась но нет ну а как себя теперь не чувствовать обязанным ведь герой древний это мои люди и ответственность за их безопасность должна лежать только на моих плечах я говорю так потому что верю свои способности еще больше в отвагу солдат канжоу и нашего народа и ты волен сам сам сделать выбор после того как раскроется твоя истинная личность я ценю все что ты сделал для нас в течение последних нескольких дней а может быть даже намного раньше она опять же такая намекает что мол ты смотри я вдруг все таки ты тот самый герой и ты там несколько столетий назад там пупупу помогал нам тур не ведись когда все уляжется я готова помочь тебе с любыми вопросами ты сможешь покинуть инжоу если пожелаешь если тебе если тебе когда-нибудь снова понадобится помощь то он в общем давай сохраним все это в тайне как тебе такая идея вот на фоне луны она смотрится просто прекрасно так ребят отпустите меня пожалуйста но как можно такое отказать я до говорил уже об этом шрам ты арестован за совершение нескольких преступлений тебе есть что сказать да отпустите меня пожалуйста просто диалоги они такие что ладно вот ребят на этом видимом моменте мы и сделаем небольшой перерыв буквально пять минут и продолжим